Всем привет! Всем привет! Кэтс колледж предлагают лучшее для международных студентов. На наших кампусах насчитывается более 85 национальностей. Такие региональные менеджеры, как я, работают у нас по всему миру, поэтому национальный состав у нас очень богатый, начиная от русских, украинцев, казахов, заканчивая Латинской Америкой, европейскими студентами и многими другими. Маленькие группы обеспечивают индивидуальный подход в обучении. В группах насчитывается до 10-15 студентов в зависимости от выбранной программы и специализации. Преподаватели Кэтс колледж профессиональные, компетентные, являются не только преподавателями по различным предметам, но также и учителями английского языка. То есть помимо предметов у студентов проходит английский язык до 5 часов в неделю. То есть, несмотря на то, с каким уровнем приехал студент в нашу школу, он постоянно усовершенствует английский язык, его речь английская обогащается терминологиями, различными терминами именно по предметам выбранной специализации, и его английский постоянно совершенствуется. Что касается подготовки к университету, здесь мы тоже одни из лучших. На каждом кампусе есть специальный отдел по помощи при поступлении и по профориентации. То есть в течение всего обучения этот отдел ведет студента, помогает ему в оформлении документов и вообще в выборе себя в связи уже с будущей профессией. Наши студенты также поступают в топовые вузы. Это и Оксфорд, и Кембридж. Здесь, на этом слайде, вы видите нашу русскую студентку Анастасию, которая закончила КЭС колледж с программой A-Level по математике, экономике и политологии, и поступила успешно в ЛСИ. Один из топовых университетов. Вообще в Англии студенты могут поддаваться в пять университетов. Как правило, первые два – это наиболее рейтинговые, наиболее желаемые, то есть мечта студента. Третий и четвертый – не менее рейтинговые, но, может быть, менее желаемые. И пятый университет обычно выбирается про запас на случай, если что-то пошло не так. То есть все наши студенты поступают в университеты, в этом вы можете быть уверенными. Что касается проживания, здесь мы работаем только с резиденциями. Резиденции все наши. Мы не работаем с принимающими семьями, потому что нам очень важно, чтобы наши студенты были близко к команде, к преподавателям и так далее. То есть наши ребята должны быть под контролем, потому что большинство студентов – это несовершеннолетние, поэтому здесь мы можем предложить резиденцию. Все комнаты с удобствами. В зависимости от локации можно забронировать одноместную либо двухместную комнату. Проживание предлагается с трехразовым питанием по будням и с двухразовым питанием по выходным. О том, что мы получаем отличные результаты после прохождения инспекции, я не думаю, что об этом стоит подробно рассказывать. Сейчас в эпоху пандемии очень важно следить за здоровьем, поэтому на каждом кампусе у нас есть медицинские кабинеты. Несмотря на то, что Великобритания сняла многие ограничения, мы в любом случае рекомендуем носить медицинские маски. Мы сохраняем социальную дистанцию. Везде висят санитайзеры. То есть в этом плане можно быть спорными. Также помимо обучения, помимо самих академических предметов, у ребят есть возможность присоединяться к досуговым кружкам. Их у нас более 30. Здесь только некоторые из них. Ребята, как правило, выбирают от двух до трех кружков в год. Это могут быть спортивные, художественные, академические кружки, которые развивают лидерские способности. Например, знаменитая премия Герцога Эдинбургского. Большинство из этих кружков уже включены в стоимость. Ну, за некоторые из них придется доплатить совсем небольшую сумму. Например, вот та же премия Герцога Эдинбургского будет стоить порядка 200-250 фунтов. Вкратце расскажу про наши программы, какие есть программы для ребят от 14 лет. Те, кто закончил 8 классов российской школы, могут поступать на программу GCSE. Это программа двухгодичная. Здесь ниже написан минимальный уровень английского языка, эквивалентно IELTS. Для этой программы нам необходим уровень 4.0. Если студенту 15 лет, и он закончил 9 классов российской школы, то здесь мы можем предложить годичную программу GCSE. У нас она называется Pre-Program, после которой уже можно поступать на программу A-Level, двухгодичная программа. Если мы говорим о российской школе, в школе здесь должен быть аттестат уже с 10 классами, и студенту должно быть не менее 16 лет. Здесь уровень IELTS уже побольше. Также в этом возрасте и после 10 классов можно поступать на двухгодичную программу IB. Она может быть даже и посложнее, чем A-Level, но все зависит от, опять-таки, выбранной специализации, куда студент в дальнейшем планирует поступать. И после окончания школы, после 11 классов, студент может выбрать на двухгодичную программу Foundation. Вот, в общем-то, факсы про наши программы в зависимости от возраста и количества законченных классов. Здесь вы видите фрагменты наших школ в Англии. Это школа в Кембридже, современный такой хай-тековский кампус. Все находится на одной территории. Вот это учебный кампус и это учебный кампус. Корпус за ним находится наша резиденция Elizabeth House. Сама школа располагается где-то в 20-25 минутах ходьбы от центра города. Школа в Кентербурге напоминает такую классическую бординговую школу в английских красных кирпичиках. И корпуса располагаются по улице, которая находится буквально в 10 минутах ходьбы от Кантербургского собора, от центра города. Резиденции находятся где-то в минуте, в двух минутах ходьбы от учебного корпуса. Здесь как раз у нас проходит программа IB. Это единственная локация, где есть эта программа. И в Лондоне также школа расположена центрально в престижном, очень живописном районе Блумсбери, в пяти минутах ходьбы от Британского музея, в 10 минутах ходьбы от Оксфорд-стрит и от многих главных достопримечательностей Лондона. Резиденция – это здание школы. Именно резиденция располагается в трех минутах ходьбы от этого корпуса. То есть все в непосредственной близости от центра города. И рядом со станцией метро, кстати. Я чуть позже, в конце презентации, включу вам двухминутное видео, чтобы у вас было представление о том, что такое КЭЦ и по локациям и по нашим школам. В начале презентации я говорила про три бренда. Более подробно я вам сейчас про средние школы КЭЦ колледжей. Это для тех ребят, которые точно знают, что им интересны, скажем, точные науки, либо гуманитарные науки, либо медицина и так далее. Для тех студентов, которые не увлекаются такими предметами, скажем, которые смотрят в творческом направлении, у нас также есть отличная возможность поступить в школу в Кэмбридже. Называется она CSVPA. Вот здесь как раз вы видите логотип. И здесь мы принимаем студентов от 16 лет. Уже здесь учатся ребята постарше на программе Extended Diploma. Это может быть Art Design, Creative Media, также Performing Arts, то есть все, что связано с творчеством. Также для ребят от 17 лет можно рассмотреть Foundation, опять-таки, по направлениям драма, Art Design, танцы, музыка. И у нас есть здесь несколько программ по высшему образованию. Это бакалавр и магистратура. Программы аккредитованы University of the Arts of London, Falmouth University. Выпускники этой школы поступают в престижный университет искусства. И после окончания вузов у ребят также есть возможность стажироваться в всемирно известных брендах, например, в журналах Hearst Magazines, такие как Harper's Poder, Cosmopolitan и других. Преподаватели в CSVPA – это зачастую действующие музыканты, актеры, художники. То есть еще будет возможность прикоснуться к опыту именно известных, популярных людей. Например, Холли Фунтон, кто занимается, увлекается дизайном, возможно, знают Холли Фунтон, это всемирно известная британская дизайнер. Она популярна именно своими яркими принтами. Ну, это вот одна из знаменитостей, которые я сейчас могу вам вспомнить. Я думаю, что кто в теме, тот обязательно знает, кто это такая. И у нас есть определенный уровень эквивалентно IELTS, с которым мы принимаем студентов на ту или иную программу. И если студент не дотягивает до какого-то уровня, то у нас есть также возможность предложить языковые программы Stafford House. Детские программы рассчитаны для ребят от 8 лет. В основном они у нас проходят в летний период для индивидуальных студентов. Для групп мы также можем предложить программы круглый год, но это, скорее всего, будут закрытые группы, потому что каникулы не всегда совпадают с другими национальностями. Для ребят, от 16 лет, мы можем предложить наши взрослые программы Stafford House International в Англии и Канаде. Это локации Лондон, Кембридж, Брайтон и Кэнтербори, и в Канаде, Торонто и Калгари. Как раз сейчас у нас проходит... Ну, не только сейчас, а мы практикуем это всю пандемию. Мы предлагаем бесплатный карантин в нашей резиденции в Лондоне. То есть на время карантина студент живет бесплатно в резиденции и может взять онлайн английский со скидкой 40%, либо просто провести это время без обучения. Потом уже при отрицательном ПЦР-тесте он выходит на обучение face-to-face, где мы также предлагаем различные региональные скидки. Вы можете узнать подробности у менеджеров GNDES, и они вас с удовольствием проконсультируют. Поэтому если уровень не дотягивает у вас до требуемого уровня, то, пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы всегда можете забронировать программу языковую в Stafford House. И, как я вам обещала, я сейчас попытаюсь поделиться с вами видео, если у меня получится. А потом уже перейдем к вопросам. Напишите, пожалуйста, в чат. Все видно, слышно? Ага, плюсик, это значит слышно. Угу, отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, надеюсь, у вас создалось такое представление про наши школы. Вот как раз последние фрагменты были про школу в Бостоне, про которую я не рассказала. Там мы принимаем ребят от 13 лет на программу High School Diploma. Поэтому имейте в виду, что есть возможность также получить там образование и потом успешно поступать в университеты. Но единственное сейчас препятствие это то, что мы не можем получать визы у нас в стране. Ну, есть другие пути, не совсем простые, но для тех, кто хочет, всегда все возможно. Я вижу, что есть уже вопросы в чате. Я могу отвечать? Да, конечно, у вас еще есть время на это. Нужно ли портфолио для поступления на творческие направления? Да, портфолио нужно. Это одно из требований как раз поступления. Поэтому тот, кто планирует поступать на сентябрь 2022 год, может уже начать готовить это портфолио. Я могу потом через менеджеров GNS переслать флайер по, так скажем, лайфхакам, как подготовить успешное портфолио для той или иной программы. Если вы поступаете на, например, скажем, драму, то здесь в качестве портфолио будут два монолога. Запись двух монологов по две минуты. Я обязательно перешлю тогда этот флайер, чтобы у всех было под рукой. Ну, соответственно, это все должно быть на английском, если мы говорим про драму. Я дублирую вам вопросы, которые ранее задавались. А, все, хорошо, я их пропустила, видимо. Фотографии с проживанием красивой. Да, мы не специально выбирали именно красивую фотографию. Все комнаты, в принципе, одинаковые. Есть, в зависимости от локации, есть комнаты разные. В основном это одноместные комнаты с удобствами. Есть двухместные также, они немножко подешевле получаются. Также есть стандартные комнаты, есть премиум. Это означает, что они по квадратуре немного побольше. Есть шанс приехать с низким уровнем языка, смотря куда. Если мы говорим про средние школы, то, скажем, если студент не дотягивает до какого-то уровня, у нас есть academic English, то есть где можно подтянуть английский язык. Если уж уровень совсем низкий, тогда этому студенту нужно бронировать языковые курсы. А на языковые курсы можно приехать с нулевым уровнем, то есть с абсолютным бигиннером. А требования по уровню всегда есть именно по программам среднего образования. Например, если это программа GCSE, аналог нашего среднего образования, то минимальный уровень 4.0, эквивалентно IELTS. Если это A-level, то, соответственно, выше, от 5.0, эквивалентно IELTS. На IB еще повыше. Расскажу вкратце про требования поступления именно в школы КЭЦ. Это аттестат о получении российского образования и последний академический отчет с переводом на английский. То есть нам нужно понимать, да, какие оценки были и какой успех вообще был у студента в российской школе. Это внутренний тест по английскому языку, который мы высылаем, и мы также проверяем далее. Так, будет ли потеря года при переводе из российской школы к вам? Ну, смотрите, так как английское образование у нас рассчитано на 12 лет, то в любом случае вот этот gap year нужно будет заполнить. Поэтому, да, чем раньше вы решаете отправлять своего ребенка, тем лучше. И по документам я не закончила. То есть это аттестат, это внутренний экзамен по английскому языку. Если один из предметов выбранных будет математика, также тест по математике. Ну и, соответственно, все документы, которые необходимы для подачи на визу. По стоимости, ну, немаловажный вопрос, назову от. Стоимость обучения у нас от 29 тысяч фунтов, плюс порядка 14-15 тысяч фунтов это проживание. Ну, в проживание входит также питание, в эту стоимость входят все материалы, также опекунство, так как не все школы предлагают опекунство, и студентам зачастую приходится тратить лишние 2-3 тысячи фунтов в год. То есть в эту стоимость уже будет входить все. По результатам интервью с директором школы или академической командой мы можем рассмотреть вопрос стипендии. Стипендия может быть разная в зависимости от того, как студент себя показал на интервью, какие у него оценки и вообще, насколько он силен в том или ином предмете. Да, я буду рада видеть вас на личных консультациях, потому что у каждого свой кейс, свой случай, и всегда лучше, конечно, обсудить это лично. А что обычно спрашивают интервью? Ну, на самом деле, это обычно общие вопросы, почему вы выбрали Cats Colleges, какие предметы вам нравятся, какие получаются, кем вы видите себя в будущем, потому что сейчас молодежь совсем другая, да, не такая, как была даже 10 лет назад, и они уже понимают, кем они хотят стать. Вот недавно я проводила консультацию с девочкой, которая учится в 10 классе, сейчас она уже решила, что она будет медиком, и по медицине там очень много требований, высокие оценки, сдача двух экзаменов дополнительных, высокий IELTS и так далее. И поэтому, да, на интервью обычно спрашивают в общем, да, что интересно студенту, чем они увлекаются, хобби также немаловажно, ну, и по оценкам также, по предметам. Все на английском языке, естественно, проходит напоминающий раз.